Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Буду благодарна всем за подписки. Ваши подписки очень мотивируют меня снимать для вас как можно больше контента. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны, нажмите на эту красную кнопку и обязательно сделайте ее серой. А что у нас на сегодня? Я хотела приготовить какое-то блюдо, которого раньше на моем канале не было. Я нашла блюдо из татарской кухни, которое называется Азу по-татарски. Выглядит, честно, очень аппетитно в процессе готовки. Я не кушала. Будем кушать вместе с вами. Здесь картошечка. Она приготовлена по типу картошки фри. Мясо. В данном случае это говядина. Также здесь необычный для меня на самом деле соленый огурчик здесь внутри. Для меня это немножко странное сочетание. Обычно огурчик у нас рядом, а здесь в блюде. Также я купила новую посуду. Как вы видите, смотрится классно. Очень вместительная, честно. Дальше у нас тортик Наполеон. Вчера подружка моя с ночевкой у меня оставалась. Она принесла огромный торт. Мы прямо обожрались. Вот. И один кусочек решила еще и сюда положить. Он действительно очень красивый. Нежный. Прям нежнятина, честно. Здесь у нас чай, немножко фруктиков, оливки, огурчик. Если вы тоже кушаете, то приятного аппетита вам. Приступим. Честно, я очень соскучилась по моим банкам. Почему-то последние несколько дней у меня не особо аппетит есть. Обычно в моей жизни, когда происходит что-то неприятное, у меня пропадает аппетит. Но в данном случае, честно, ничего плохого не произошло. Все замечательно, но почему-то аппетита у меня конкретно не было. Поэтому снимать мукпанг там чуть-чуть покушать тоже не хотелось. Вкуснотища. У меня вся сковородка поместилась в этой тарелке. Настал день икс. Завтра с утра. Мы улетаем в Грузию. Забронировали отель. Там супер просто цены. Если хотите, сниму для вас обзорчик отеля. У меня много кто из СНГ смотрит. Как вы знаете, мы едем не по путевке. Мы просто купили билеты. Забронировали отель. И будем с вами гулять. Возможно, даже прямо сразу оттуда будут выходить влоги. Не обещаю, но я все-таки постараюсь по возможности прямо сразу загружать. Просто я не знаю, насколько там будет качественный интернет, во-первых. Во-вторых, я не знаю, насколько у нас там будет время. Может быть, даже лучше будет снимать там контент, а загружать его уже здесь. Лучше уж побольше контента наснимать, так скажем. Честно, я в предвкушении. Грузия это то место, где я хотела побывать очень давно. Очень. Подписчицы написали, которые тоже живут в Грузии. Давай увидимся, встретимся и так далее. Мы уже там выбрали рестораны, в которые мы обязательно хотим пойти. Я очень хочу попробовать грузинские хинькали. Сравнить их просто с теми, что мы кушаем здесь. Насколько большая разница. мы, получается, едем без багажа. У нас только ручная кладь. Мы решили не брать багаж, потому что мы едем всего на 3 дня. Багаж можно взять на обратном пути. Там закупимся. Правда, я не знаю, что именно. но, по-любому, там пошопимся. Хотя я сейчас на последнее время, после того, как я открыла для себя тренд-йол, я поняла, что все дорого. мои зрители из Азербайджана, наверное, меня поймут. Действительно, заказывать в Турции реально абсолютно все намного выгоднее. И вы знаете, мне очень часто об этом писали в комментариях под каждой распаковкой. Я знаю, девчонки писали, да зайди ты туда, да посмотри, какие там цены, как сильно отличается все. Поэтому не знаю, как насчет шоппинга. На пару помад точно возьму. Какого-то супер волнения у меня, честно, нет. Мне еще очень интересно, как мы с подружкой будем коммуницировать во время отпуска, потому что, мне кажется, мы с ней разные. Она любит активный отдых, я наоборот люблю пассивный. Мне бы полежать, там еще пожрать в отеле, чтобы было все включено. А подруге, наоборот, походить, посмотреть. Поэтому сейчас поедем отдыхать. Если все ок, то мы хотим купить путевку куда-то еще. Можно даже сейчас купить, например, а летом поехать, потому что путевки покупать сейчас намного дешевле обходится. То есть, таким образом мы конкретно сэкономим. На каком-то дорогом туре, например. Почему нет? Вообще, я заметила одну особенность. Когда я общаюсь с людьми, есть люди, с которыми я безумно хорошо отношусь. Я просто обожаю этого человека. У нас отличные отношения, мы дружим и так далее. Но когда я вижу с этим человеком, например, сижу в ресторане, гуляю и так далее, я очень сильно устаю. Как будто человек высасывает от меня энергию. Это звучит как-то, наверное, некрасиво, возможно, со стороны. Но это мои чистые ощущения. А вот отца Миры такого нет. Еще, кстати, у меня есть одна подруга. Когда я с ней вижусь, я наоборот прям отдыхаю душевно. я не знаю, с чем это связано. Бывает ли у вас такое? Пишите обязательно в комментариях. Порой я вижу с человеком и как-то странно себя чувствую после этой встречи. Хотя у нас замечательные отношения. То есть при встрече меня никто не обидел, ничего плохого не сказал. Но то ли я как-то не знаю, беру негатив на себя. Там человек мне рассказывает про свои сложности жизни. Вот еще у меня такое вот единственное с одним человеком это вот эта вот чеченка, с которой мы общаемся. И Наса. Насочка, тебе привет. Она тоже очень легкая. Я не знаю, как вам перейдать это. Вообще, у нее очень много подружек, с которыми она дружит, не знаю, 20 лет, 15 лет дружбы. То есть мне кажется, вот эта легкость, она чувствуется не только мною, но и окружающими. То есть с ней очень комфортно. Очень. мною, 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 мною. Я хотела поехать на такси, но брат сказал, я тебя отвезу. Там просто раннее утро. Мама говорит, зачем ты его будешь беспокоить и так далее. Я говорю, братик поможет, почему нет? Еще круто, когда в твоем окружении есть люди, которые просто так готовы тебе в чем-то помочь, например, как мой брат. я вот постоянно его хвалю, и вам, возможно, кажется, что я просто это говорю. Но порой, когда я вижу своих знакомых у кого-то, я вижу, что не ко всем так относится. В этом плане мне с братом очень повезло. И когда он мне предлагает свою помощь, я стараюсь не всегда прям пользоваться. Но если человек мне хочет помочь, я тоже могу ему чем-то помочь. То есть, реально, я от своего брата никогда не слышала, нет, я не могу. Реально. Даже был момент, на Новый год, мы пошли покупать телевизор. В магазине нам сказали, вот сегодня, то есть, Новый год, естественно, доставку вам осуществить не получится, а потом уже праздники. Первое, второе, третье, до пятого они не работают. И это доставка бесплатная, но ее могут сделать только после пятого. и то из-за новогодних акций столько покупок. в мою машину этот телевизор не помещается. Вообще в Малибу ничего не помещается, так вам по секрету скажу. у брата в этом плане идеальная просто машина. Помещается прям все. Я просто позвонила братику, я говорю, вот мы телевизор хотим купить, только он не помещается у меня в машине. Он говорит, где ты? Я говорю, магазин, в котором я нахожусь. Он говорит, жди 10 минут, я там. Прошло буквально 10-15 минут, он сразу приехал, взял этот телевизор, засунул к себе в этот багажник. У него джип, задние сидения не раскладываются, прям идеально подошел этот телек. Кстати, телек у нас 65 дюймов. Почему-то все думают, что он маленький, я когда на видео его снимаю, он реально кажется маленький, а когда люди приходят ко мне в гости, те, кто видели этот телевизор только по инстаграму, все такие в шоке, вау, какой большой телевизор. Видео, кажется, намного меньше. Мы доели с вами, было действительно безумно вкусно. Хоть жирно, хоть калорийно, но я люблю подобное. Очень классно. Надо еще что-то из татарской кухни приготовить. Короче, 31 числа брат приехал, привез телек, даже установил его, ему уже получается Новый год. Сидели, смотрели, какие-то передачи. Сейчас напишу в комментариях, это мелочь, подумаешь. Из таких мелочей и собирается отношение к вам. В общем, в аэропорт меня отвезет брат. вкуснейший просто. Ну, блин. Я до сих пор, кстати, не собрала чемодан. Там кое-что из косметики возьму. Наверное, буду для вас снимать, как я собираю чемодан. Прямо сейчас вот мопанк засниму, пойду уже собирать. Клубничка сделала самоубийство. У меня наверняка есть зрители из Грузии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, куда можно сходить в Грузии. Подберите. Единственное, я слышала от тех, кто ехал в Грузию и приезжал, что грузинам очень не нравится, когда говорят по-русски. Но это понятно, почему. То есть, даже если грузин знают по-русски, они не разговаривают по-русски. Из-за политических этих моментов английский у меня не вау, грузинский, я не знаю. Слава богу, подруга. Отлично говорит на английском, чтобы выйти из ситуации. Конечно, я ничего не утверждаю. Посмотрим, как оно дело будет на самом деле. Я просто одно и то же слышала от разных людей, которые уже посетили Грузию. Все говорят одно и то же, что они как бы очень негативно настроены на людей, которые говорят по-русски. Поэтому будем, наверное, говорить на английском. Либо через Google Translate переводить сразу на грузинский. Кстати, я уже пару слов так знаю, пару выражений уже выучила, но боюсь, что этого будет мне недостаточно. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Татарская кухня мне очень понравилась. Вы в комментариях пишите, какую кухню еще стоит попробовать. На этом все. Пока!